Телеканал КРТ представляет. Тобто, вони шукають ворога у середині держави, щоб аргументувати свої економічні провали. П'ятая колона, так, вони чітко називають, вони роздають вже названня. П'ятая колона у нас русскоязична, п'ятая колона у нас православна, неправильна православна. І навіть ті, хто ходить на 9 травня. П'ятая колона у нас ті, хто чіттат победу, наше советське прошлое, победи советські чіттат. Не дай Бог ти каких-то левих взглядів, не дай Бог ти марксисту вообще. Вот тебе назван враг. П'ятая колона у нас коммуністична партия. У нас коммуністична партия непонятна, у нас запрещена идеологія. У нас впихнули в марксизм, большевизм, анархизм. У нас все впихнули в одно. Я думаю, они там сами не сильно разбираются, и они проиграют любую дискуссию об этом. Да, у нас левая идеологія как бы запрещена. При том, что в Швейцарії нормально существуют коммуністические партии, троцкистские партии, допустим. Ну, нам Швейцария не указ, подумай швейцарцы. Мы ей дам своим шляхом. Вот. Поэтому нужен внутренний враг, и не просто он не должен быть абстрактным. Он должен быть четко конкретным. Вот они четко конкретного врага выделяют, и с ним борются. И вот пока они не победят этого врага, мы жить лучше не станем. Мы должны залазить в кредиты, деребанить землю и прочее, потому что там Василес по-русски говорит, понимаете, в быту. Это же аргумент. Да, это серьезно. И им нужен внешний враг, да, потому что этот же внутренний враг на кого-то должен работать. Поэтому есть обитель зла, Кремль, Красная площадь. Там сидит штаб по захвату полесских болот и херсонских ковунов. Вот сидит штаб, и каждый месяц на нас нападает, нападает, нападает. И думает, как это бы, блин, уменьшить пенсию бабушкам, как бы это отменить бесплатную медицину и начать продавать землю. Но, слава Богу, наше политическое руководство страны каждый месяц останавливает вот эти вражеские силы на подходах. Ну, поднимают тарифы на ЖКХ, землю продают. Конечно, надо поднять тарифы на ЖКХ, иначе Путин нападет. Там же они, наша же доблестная разведка, она как смотрит? Так, нападаем завтра, если они поднимут тарифы. Ну, все, Зеленский, ну, блин, надо поднимать тарифы. Он же не хочет, чтобы Путин к нему под банковую пришел вместо шоферов и врачей. Субтитры сделал DimaTorzok